Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Летопись веков». Сегодня 25 июня. В этот день во всемирной истории. В 841 году короли франков Карл Лысый и Людовик Немецкий в битве при Фонтенуа разбили своего старшего брата Лотаря. В 1530-м на Рейхстаге в Аугсбурге немецкие лютеране представили исповедание своей веры перед императором Священной Римской империи. В 1852-м родился испанский архитектор Антонио Гауди. В 1892-м родился русский художник Павел Корин. В 1903-м родился английский писатель Джордж Оруэл. В 1910-м в Париже состоялась премьера балета Игоря Стравинского «Жар птица». В 1950-м началась Корейская война 1950-53-го года. 25 июня 1530 года на Рейхстаге в Аугсбурге немецкие лютеране представили исповедание своей веры перед императором Священной Римской империи. Вскоре после первого выступления Мартина Лютера с новым религиозным учением его идеи встретили одобрение в разных слоях немецкого общества. Церковную реформацию поддерживали и некоторые исправители многочисленных княжеств, входивших в состав Священной Римской империи. Император Карл V первоначально пытался жестокими мерами подавить начавшуюся реформацию и в 1521 году издал Вормский эдикт, который предписывал беспощадно искоренять лютеранскую ересь. Но через пять лет Рейхстаг, собрание представителей всех княжеств и сословий Священной Римской империи, принял решение, которое фактически откладывало решение вопроса о лютеранстве до созыва Всеобщего Церковного Собора. Князья, разделявшие взгляды лютера, использовали эту ситуацию для укрепления позиций реформаторов или, как они себя называли, евангелистов. Действия лютеранских властей вызвали возмущение католиков. В 1529 году на Шпайерском Рейхстаге император Карл V потребовал строгого соблюдения Вормского эдикта. Католическое большинство участников Рейхстага настояло на решении, по которому католические церковные службы должны были стать обязательными на территориях евангелических княжеств и городов. В ответ от пяти княжеств и 14 городов был заявлен протест, авторы которого провозгласили, что в делах совести и веры невозможно подчиняться решению большинства. С этого времени сторонников реформации стали называть протестантами. На следующий год на Аугсбургском Рейхстаге была предпринята попытка примирения католиков и протестантов путем широкого обсуждения их религиозных доктрин. Лютер в то время уже находился под официальным отлучением от католической церкви и не мог присутствовать на переговорах. Лютеран возглавлял его ближайший помощник Филипп Мелангтон. В так называемом Аугсбургском исповедании он дал систематическое изложение основ лютеранства и его принципиальных отличий от католицизма, а также от более радикальных реформационных учений. Но предложенные протестантами основы реформирования христианской церкви были отвергнуты большинством. Было выдвинуто требование привлечь протестантов к имперскому суду. В ответ князья протестанты и города во главе с Курфюрстом Саксонии и ландграфом Гессена заключили в городе Шалькальдене военно-политический союз с целью защиты и поддержки дела реформации. Избежать войны между протестантами и католиками не удалось. 25 июня 1852 года появился на свет испанский архитектор Антонио Гауди. Он родился в небольшом городке Реус, недалеко от Барселоны, в семье потомственных каменщиков. В 17 лет Антонио перебрался в Барселону, где учился сначала на подготовительных курсах, затем был принят в провинциальную школу архитектуры, которую закончил в 1878 году. 12 лет в период с 1870 по 1882 годы он трудился чертежником под руководством архитекторов Салла и Вильера. На выпускном экзамене один из профессоров сказал «Гауди либо сумасшедший, либо гений». С тех пор эти два слова чаще всего используют, описывая архитектора и его творения. Антонио Гауди очень повезло. Он встретил человека, разделяющего его взгляды на архитектуру. Промышленник, эстет и меценат граф Эусебио Гуэль стал финансовым ангелом-хранителем для архитектора. В 1883 году Гауди завершил дом Висенс, заставляющий вспомнить дворцы Тысячи одной ночи. Эта постройка заинтересовала Гуэля, и вскоре он познакомился с ее автором. Для своего друга и покровителя Гауди создал усадьбу и городской особняк. Позднее возник проект парка Гуэль на горе Монте-Пеладо. Там вырос настоящий город-сад, задуманный как убежище от индустриальных ужасов 20-го столетия. Самой удивительной фантазией Гауди стал собор святого семейства, Саграда Фамилия, пересказанный в камне и бетоне Новый Завет. Порталы и башни храма оснащены изобильной скульптурой, воспроизводящей как бы весь живой мир. Головокружительная сложность профилей и деталировки превосходит все, что было когда-либо известно готике. Это своего рода готический модерн, в основу которого, однако, положен план сугубо средневекового собора. Гауди отдал храму 43 года жизни, а с 1910 года и вовсе занимался лишь им. Однако строительство последнего Великого Собора Европы не удалось завершить вплоть до окончания XX века. Собор был освящен Папой Римским Бенедиктом XVI и открыт для ежедневных богослужений в ноябре 2010 года. 25 июня 1892 года родился русский художник Павел Корин. Он появился на свет в знаменитом своими живописцами селе Пале в семье потомственных иконописцев. После окончания школы Павел отправился в Москву в надежде продолжать учебу живописи. Посещение Третьяковской галереи произвело на юношу ошеломляющее впечатление. В то время в Москве открылась иконописная палата, где учили живописи, и Корин был туда принят. Как-то Михаилу Нестерову потребовалась копия с его картины «Покрова», и маститый художник пригласил копиистом Корина, сделав его своим помощником. Нестеров оценил самобытный талант Павла и помог ему поступить в школу живописи «Вояние из отчества», где в то время преподавали знаменитые художники Сергей Малютин, Абрам Архипов, Константин Коровин, Виктор Васнецов и родной дядя Павла Алексей Корин. Детство и юность Корина так или иначе соприкасались с церковью. В Москве, работая помощником у Нестерова, расписывающего соборы и храмы, он имел возможность ближе познакомиться с представителями духовенства. Особенно сильные впечатления на Корина произвели похороны патриарха Тихона в 1925 году. Его потрясла народная скорбь простого люда, провожающего в последний путь великомученика. Именно тогда у Корина возникла идея написать большое, трагического характера полотно, назвав его реквием «Русь уходящая». Набросав этюд композиции, художник начал работу над образами персонажей, которых писал с натуры и в натуральный размер. Но вскоре началась атака на художника. На страницах газеты «Известия» одна за другой появились разгромные статьи. Обе статьи были опубликованы в апреле 1937 года. Корин ждал ареста, который, впрочем, не последовал. Однако у художника опустились руки. Реквием не был написан. Остались изумительные портреты персонажей, вошедшие в Золотой фонд русской живописи. Его талант, отмеченный одухотворенностью, особо проявился при создании триптиха «Александр Невский», созданного во время Великой Отечественной войны. После войны Корин руководил реставрацией полотен Дрезденской галереи, во Владимирском соборе Киева реставрировал фрески и лично восстанавливал роспись Виктора Васнецова и Михаила Нестерова. Работал над мозаичными панно и витражами для московского метрополитена и МГУ. Талант народного художника СССР, действительного члена Академии художеств Павла Корина, был отмечен Ленинской и государственной премиями. 25 июня 1903 года родился английский писатель Джордж Оруэлл. Эрик Блейер, таково было настоящее имя писателя, появился на свет в далекой Индии, в провинции Бенгалия, в семье британского колониального чиновника. Но уже в раннем детстве мать увезла Эрика и его старшую сестру в Англию. Детство будущего литератора прошло в небольшом городке Хенли-на-Темзе. В 15 лет по окончании школы Эрик сумел получить именную стипендию на обучение в престижном Иттанском колледже. После его окончания пять лет служил в британской колониальной полиции в Бирме. В 1927 году, вернувшись домой в отпуск, Блейер решил подать в отставку и заняться писательством. Его ранние книги в значительной мере автобиографичны. Побывав судомоем в Париже и сборщиком хмеля в Кенте, побродив по английским селам, Блейер получает материал для своей первой книги «Собачья жизнь в Париже и Лондоне». Дни в Бирме в значительной степени отобразили восточный период его жизни. С 1932 года он начал публиковаться под псевдонимом Джордж Оруэлл. Гражданская война, разразившаяся в конце 30-х годов в Испании, стала важным рубежом в жизни Оруэлла. Всегда действовавший в соответствии со своими убеждениями, он отправился в Испанию как журналист, но сразу по прибытии в Барселону присоединился к партизанскому отряду марксистской рабочей партии «Паум». Воевал против войск Франка, был тяжело ранен. Вскоре среди испанских республиканцев начались острые противоречия между ортодоксальными коммунистами-сталинистами и их противниками – партией «Паум» и анархистами. В мае 1937-го Оруэлл принял участие в боях в Барселоне на стороне «Паум» и анархистов против коммунистов. Преследуемый тайной полицией коммунистического правительства, Оруэлл бежал из Испании. В своем повествовании об окопах гражданской войны, памяти Каталонии, он обнажает намерение сталинистов захватить власть в Испании. Испанские впечатления не отпускали Оруэлла на протяжении всей жизни. Оруэлл считал, что настоящая проза должна быть прозрачна, как стекло, и сам писал чрезвычайно ясно. Образцы того, что он считал главными достоинствами прозы, можно видеть в его эссе «Политика и английский язык», где он утверждает, что бесчестность политики и языковая неряшливость неразрывно связаны. Свой писательский долг Оруэлл видел в том, чтобы отстаивать идеалы либерального социализма и бороться с тоталитарными тенденциями, угрожавшими эпохи. В 1945 году он написал прославившую его «Ферму животных». В ней проповедуется абсолютная бессмысленность разрушительной революционной борьбы. Четыре года спустя из-под его пера вышел роман «Антиутопия» 1984, который стал идейным продолжением «Фермы животных». В этом произведении Оруэлл изобразил возможное будущее мирового общества как тоталитарный и иерархический строй, основанный на изощренном физическом и духовном порабощении, пронизанной всеобщим страхом, ненавистью и доносительством. В этой книге впервые прозвучало известное выражение «Большой брат следит за тобой», а также введены ставшие широко известными термины «двоемыслие», «мысли преступления», «новояз», «правоверность». Также Оруэлл написал множество очерков и статей социально-критического и культурологического характера. «Летопись веков» — это история России и зарубежных стран. Смотрите каждый день на телеканале 365 дней ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова